Привет! Прекрасный осенний мир! И сегодня я наконец-то снимаю видео о покупках одежды для фестиваля Video People. Я давно хотела вам показать и вот наконец-то снимаю. Да, и при том, при всем купила я все эти вещи как раз-таки на деньги, заработанные со своей партнерки. Но должна также сказать, что сейчас она выплачивает гораздо меньше. Но дело не в партнерке, конечно, а в целом то, что сейчас кризис и доход у всех ютуберов упал. Бедные-бедные блогеры. Ладно, мы не об этом. Давайте же перейдем к делу. И первое, вот что я вам хочу показать, это вот такая вот курточка с коротким рукавом. Здесь резинка. Вот здесь тоже. Цвет белый, можно сказать. Не совсем, конечно, белый, но близко к этому. А здесь кружево. Это оджи. Очень она мне, в принципе, понравилась, особенно тем, что внизу такие вот рюшечки. Это добавляет данной курточке женственности. Два кармашка. Ну, в общем, она потрясающая. Сейчас я на себя ее одену. Так, вот эта курточка на мне. Я тут откладывала чеки повсюду. Не уверена, что я вам скажу цену всех вообще вещей, потому что многое, возможно, уже просто утеряно. Хотя, вроде, откладывала. Да, вот эта куртка у меня обошлась в оджи в 1600 рублей. Для оджи это, конечно, дороговато. Там есть цены и пониже. Так. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такое приобретение. Это шляпка. Сейчас мы будем тоже тут искать, во что мне обошлась шляпа. Приобрела я ее в Нью-Йоркере. Вот так она выглядит на голове. Классное под плетение. Очень даже здорово. Насколько, вот, нашла я. Она стоит по 700 рублей. Так-так-так. Шляпа классная, мне понравилась. Она подходила под мой образ. Естественно, я все подбирала, ну, чтобы было гармонично и подходило друг к другу. Так, теперь я вам покажу нижнее белье, которое тоже подбирала, подо что покажу чуть позже. Это бюстгальтер. Очень он удобный, в общем-то, мне понравился. Хорошо облегает, тоже, видите, белого цвета. Ну, все, по цвету подбирала. Хотелось чего-то светлого, я люблю светлые тона. А внутри находятся еще вот такие штуки. Это для того, чтобы можно было снимать. То есть, лямочки здесь снимаются, что тоже удобно. Ну, такой милый бюстгальтер. Так, далее. Что я хочу сказать? Отдала я за него 600 рублей. Ну, для Нью-Йоркера, ой, для Инсити, конечно, тоже дороговато. Даже написано кипенно-белый цвет. Основной состав 80% полиамид и 12% эластан. И, так, где-где-где? Следующее, что я вам хочу показать, это вот такие вот трусики. Они очень нежные на ощупь. Приобрела я их в центре обуви. Прикольные, хорошо так, ну, в меру растягиваются. Приятные, супер приятные кожи, а главное, их просто не ощущаешь. Это у нас как бы бесшовное белье, но здесь есть швы. Приобрела я вообще за копейки 150 рублей. И, в общем-то, я осталась, естественно, довольна. Но это было давно. Сейчас я не знаю, сколько они там стоят. Есть ли они вообще. Да, не факт же. И почему я выбрала такое белье под вот эту одежду. Под вот такое вот платьице. Здесь красивый рисунок. Лямочки. Оно как бы простое, но при этом достаточно приятное, красивое. Именно, наверное, в своей такой тонкой простоте. Опять же, видите, цвет белый. Нижний рисунок цветочный очень-очень красивый. Гармонирует с этим цветом. Да, мне вообще, я когда померила, я не знала брать, не брать. Я сомневалась. Но муж меня уговорил. И, в общем-то, правильно сделал. У меня достаточно много фотографий в этом сарафанчике. Можете, в принципе, зайти в инстаграм, посмотреть. Кому интересно. А также подписаться. Так, Pepper Hill. Это у меня что такое? А, это что-то было детское. Так, это нам не нужно. А что нам нужно? Что нам нужно? Ну, сейчас мы поищем, да, это же все-таки платьица. Нашла я ярлычок. Значит, обошлось мне это все в 1300 рублей. Ну, или в 1299. Что, в принципе, не сильно что-то меняет. Марка Мису. В общем, очень понравилось. И последнее, последнее, что я вам покажу, что завершила мой образ. Также я приобрела обувь, но обувь я, по-моему, отдельно снимала или показывала как-то. В общем, да, я ее не приносила сюда. Так, последнее, это вот такая сумочка. Конечно, она, безусловно, гармонирует со всем образом. При воображении можно себе это вполне представить. Она мне очень понравилась. Она реально качественная. Это марка у нас Ben Liner. Да, цвет написано серый. Ну, да, вот точно. Это скорее такой ближе к серому. Видите, как хорошо подходит к этой жилетке. Ну, просто супер. Вышло нам это все в 1850 рублей. Вообще, на все про все, по-моему, потратила 6500. Ну, и побольше я не помню. Смотрите, здесь такой замечательный шов. Очень хороший. Вообще, очень качественная. Ношу ее уже сколько, да, и она мне нравится. Ничего не испорчено. Здесь магнитная заклепка. Также проходит шов. Что меня очень-очень порадовало в этой сумке, потому что я, когда искала, я хотела сумку такую, чтобы она была компактная, маленькая, но при этом, чтобы в нее умещалось как можно больше вещей. И вот я ее нашла. Здесь два, видите, сбоку, кстати, ярлычок такой красивый. Здесь сбоку открывается карман. И он достаточно глубокий. Здесь очень много места. Я сюда засовываю Tangle Teaser. И она легко залазит. Вот второй кармашек сюда тоже. Опять же, я использую это как косметичка. Туда совы, помады, тушь, да, ну все, что можно. Если не хотите брать косметичку, но она сюда просто уже не влезет. И поэтому как раз используется вот этот боковой карман. Также здесь внутри два отделения. Ну, одно под телефон, второе под документы, к примеру. Среднее отделение и, соответственно, еще одно отделение. А также здесь внутренний кармашек на молнии. И также здесь присутствует эмблемка. Очень-очень качественная сумка. Дно такое, ну, твердое, в общем-то, да. Видите, такое тоже красивенькое. Вот такая сумочка. Ну и да, показывала, да, не показывала. Задние еще присутствуют кармашки, естественно. Который тоже такой довольно-таки просторный. Так что вот такую красоту мы приобрели, чему я вот очень-очень довольна. У меня еще есть красная сумка от Redmond, но вот эта мне нравится гораздо больше, потому что она универсальная. Подходит подо все и места здесь, наверное, как-то чуть-чуть побольше. Оно здесь, в общем-то, его тут немного, но при этом оно как бы распределено в разных частях. И поэтому такая сумка Quest очень это меня позаварила. Ну вот и все. Это все покупки, которые я приобретала для, соответственно, фестиваля, как я вам уже сказала. Надеюсь, данный ролик вам понравился, был интересен. И если это так, то обязательно ставьте лайк. А также подписывайтесь на мой канал. С вами была ваша Супергекта. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok